40-летнюю свалку ликвидировали на улице Орлова. В нынешнем году выделены деньги на ликвидацию несанкционированных свалок в районе имени Казбекби. В основном стихийные помойки находятся в частном секторе. По мнению чиновников, главные организаторы свалок – местные жители. Все подробности далее в выпуске. Впервые за последние 40 лет на улице Орлова кипит работа. Экскаваторы, грузовики, десятки рабочих. Происходит ликвидация несанкционированной мусорной свалки. Главная причина появления всех стихийных свалок, по мнению чиновников, отсутствие контейнеров и договоров о вывозе мусора. Иными словами, в Акимате заявили, что свалки устраивают местные жители, которые потом же и жалуются в различные станции на то, что свалку никто не вывозит. Данная свалка уже очень большая была, уже третий день работают. Возят эти свалки, у нас осталось еще восемь. И они также находятся. У нас основные свалки – это у нас на Федоровке и Михайловке. Все находятся, как и здесь, на территории частного сектора. Если она находится рядом с этой улицей, соответственно, у кого нет контейнеров, они получают с удовольствием. Однако не все местные жители используют лесопосадку в качестве помойки. У некоторых домов установлены мусорные контейнеры, а самые сознательные даже помогали рабочим. Среди них Игорь Дзян. Он признался, что в течение 12 лет, сколько он здесь живет, мусор ни разу не убирался. Общий возраст свалки – около 40 лет, считают старожилы. Чиновники призывают всех владельцев домов устанавливать контейнеры и заключать договора. Но не каждому это по средствам. Вот я вчера с людьми разговаривал, многие пенсионеры, ну как пенсионерка может поставить себе контейнер за 40 тысяч? Она никогда не сможет поставить. Она говорит, мы готовы платить деньги, оплачет это все. Но пускай контейнеры поставят, мы будем платить по квитанции, как положено. Оплачет, чтобы мусор вывозили. Ну и чтобы этой свалки не было. Чтобы вот так чисто и красиво у нас было здесь, на Федоровке. Акимат района Козыбек-Би не намерен просто вывезти весь мусор. Создана специальная мобильная группа из числа работников Акимата и местной полицейской службы. Группа намерена проводить подворовой обход с разъяснением о недопустимости выбрасывания мусора, где попало. На сегодня в Козыбек-Бийском районе уже ликвидировано 4 стихийные свалки мусора. Всего в этом году определено 12 участков. Андрей Тенес, Ламбекус, Пан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.